А душевное и невидимое уничтожает со смиренно-мудрием скротостью и любовью. Плохо страшное увядает воздержание со смиренно-мудрием. Гнев пламенеющий укрочает любовь. Помысл, влаящийся, сосредотачивает прилежная молитва с памятью Божией. Так отличаются все три части души. Исто, желая исправить, божественный апостол говорил, мир имейте и святость, без которых никто не увидит Господа. Некоторые недоумевают, как сказать, помысл ли приводит в движение страсти или страсти к помыслу. Так как одни говорят все, а другие это. Я же говорю, что помыслы приходят в движение от страстей. Ибо если бы не было в душе страстей, то страстные помыслы не беспокоили бы ее. А быть все вне, что всегда воюющих против нас бесов. По сильным для нас и удобо исполненным добродетелям полагать преграды. А к непосильным и безвременным, за которые не время еще нам, братья, сильное влагать стремление. Именно, преуспеваясь их в обслужительном послушании, они заставляют делать дела безмолвников. А безмолвникам и отшельникам нужно держать все правила обслужительного. Таким же образом они поступают в отношении каждой добродетели. Но мы, да, не неразумеваем умыслений их, ведая, что все в свое время и в своей мере делаемое хорошо, все же безмерное и безвременное вредно. Тех, которые вращаются в мире и встречаются с предметами страшней, бесы борют, увлекая их на дела страшные. А тех, которые в пустыне живут, где нет таких предметов, возмущают помыслами страшными. В этом втором виде брани гораздо труднее одержать победу, чем с первым. Там для дела требуется время, место и прочее удобство. Ум же в помыслах своих удобно движен и неудержим. В противоборство всей невидимой брани дана нам чистая молитва, в коей и заповедали нам пребывать ей пристанно. Она делает ум сильным в брани и всегда готовым к ней, так как может быть совершаемо и без участия тела. Указывая на совершенное умерщвление скращей, на совершенное, апостол говорит, а те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Ибо когда умертвим страстью, уничтожим похоть и мудрование плоти, подчиним духу, тогда только берем на себя крест и последуем Христу. И удаление от мира есть ничто иное, как это умерщвление страстей и проявление сокровенной во Христе жизни, бедствующие от восстаний сила смертного тела и каждочастную, почти войною его утомляемое. Пусть не плоть за это осуждает о самих себя, ибо если бы они не давали ей силы, попечения они, простирая до похоти, то не бедствовали бы столько от нее, ибо не видят они, распявших плоть свою со страстями и похотями, и мертвости Иисусову в мертвенной плоти своей носящих, как они имеют ее содействие, пачев добрым, не противоборствующие, но покорные и изведомые законом Божиим. Пусть и они так же сделают, и тогда такого же втусят покоя. Всякое сосложение помыслов с какой-либо запрещенной похотью или склонение на власть похотную, грешно для инока, ибо сначала помысл начинает омрачать ум в возделительные части, потом душа склоняется на слаз греховный, не выдерживая брани, а наконец происходит сосложение, которое, как сказано, есть грех. Если продлится это, то отсюда порождается страстное влечение, которое мало-помалу приводит к самому делу греховному. По этой-то причине пророк и ублажает тех, которые избивают оками младенцев вавилонских. Значение этого ясно для мудрых и разумных. Двадцать. Ангелы, будучи служителями любви и мира, радуются о нашем покаянии и преуспеянии в добродетели, почему стараются наполнять нас духовными созерцаниями и содействуют нам во всяком добре. Напротив, бесы, люди гнева и злобы радуются, когда умаляется добродетель и весь труд свой обращает на то, чтобы увлекать души наши в странные мечтания. Вера есть благо на строительное дарование. Она рождает в нас страх Божий. Страх за Божий научает соблюдение заповедей или устроение доброй деятельной жизни. И из деятельной жизни произрастает честное бесстрастие. А от рождения бесстрастия – любовь, которая есть исполнение всех заповедей, всех их себе связующие и держащие. Как чувство тела, когда здорово чувствует, какой схватывает его недуг? Не распознающий же этого болит не чувствием. Так и ум, поскольку хранит целую свойственную ему деятельность, поскольку сознает силы свои и видит, откуда находит на него страсти. Более тиранские. И на ту часть направляет более настоятельное противоборство. Но положение его бедственное, если он в нечувствии проживает дни свои, подобно сблищемуся со врагом носу, так как не видит вражеку с помощью. Когда мысленная наша сила неослабно прилежит к озорцанию добродетелей, и когда к нему же одному и к подателю его Хресту Господу устреляется сила возделительная, а раздражительная вооружается против бесов, тогда сила наша действует по естеству своему. По святому Григорию Богослову разумная душа третчастна, и он, добродетель мысленной силы, назвал благоразумием, ведением и мудростью. Добродетель силы раздражительной, раздражительной мужеством и терпением, а добродетель силы вожделительной, любовью, целомудрием и воздержанием. Правда же во всех их имеет свою часть, научая действовать благообразно. Благоразумием воюет она с ангелами вражескими, защищая добродетели. Целомудрием бесстрашно смотрит на вечно. Любовью всех людей, как себя, любить и заставляет. Воздержанием оттекает всякую сласть. Мужеством и терпением вооружается против невидимых браний. Такова благозвучная гармония органа душевного. Чащееся целомудрие и вожделевающе блаженной чистоты, которую не погрешил бы, кто назвав бесстрашием, добьет нещадно и порабощает плоть смиренно-мудренным помыслом божественной, призывая благодать. И получит желаемое. Откармливающее же тело без воздержания в ящей текине измучен будет духом блуда. Ибо как вода в большом количестве угошает пламень, так аужеба и жажда, или в отресякое воздержание со смирением душевным, уничтожает рожжение плоти и срамные мечтания. Да, ступи совсем от души твоей страшки, злопамятства, и отнюсь, не давай места себе вражде. Небо что огонь, скрытый солом, и то злопамятство, гнездящееся в сердце. Но более молись тепло обоскорбившим тебя, и по благодетельству ему сколько и тем может, чтобы избавить душу твою от смерти, и не быть бездерзновенным во время молитвы своей. В душе смиренность упокоивается Господь. Сердце же гордых страсти бесчестий. Ибо ничто так не усиливает их против нас, как высокомудрые помыслы. И напротив, ничто так действенно не исторгает корнем из души эти былия злые, как блаженное смирение, которое справедливо потому названо в страсти убийцы. Да, очищается более и более беса твоя от злых воспоминаний, и да просвещается добрейшими помышлениями, держа всегда в уме скаженное, что во время исхода славцолюбивое сердце темнице и узи, а трудолюбивое дверь отверстая. Ибо воистину чистым душам по исходе их из тела сопутствует ангел, руководя их к блаженной жизни. Души же, оствернившиеся и не очищившиеся покаянием, перехватывают, увы, не бесы. Прекрасная глава у красной драгоценной Диодимою, блестящей камнями индийскими и маргаритами, но несравненно крашая ее душа, богатая деянием Бога, светящейся святозарными созерцаниями и мельче обитающим в себе и Святого Духа. И кто может достойно изобразить в слове такую блаженную душу? Тридцать. Гневу и ярости не позволяя во дворячка в душе твоей, ибо муж ярый неблагообразен. Тридцать. Одиннадцать. Двадцать. Сердце же кротких потеет при мудрости. Тридцать. Тридцать. Если страсть гнева возгосподствует над душой своей, то лучшими тебя найдены будут живущие в мире, и ты покроешься стыдом, оказавшись негодным монахом. Во всяком искушении и во всяком брани молитву имей непобедимым оружием, и победишь благодатью Христовой. Много это будет она спеша, как заповедует нам премудрый учитель нас, говоря «хочу». Да молитвы творят мужи на всяком месте, воздевая преподобные руки без гнева и сомнения. Кто не родит о такой молитве, тот предан будет искушениям и страстям. Написано, что вино веселит сердце человека. Но ты, давший обед плакать и рыдать, отклоня от тебя такое веселье и будешь обрадован дарами духовными. Увеселяясь за вином, будешь проводить жизнь сожительски скромными помыслами и много переиспыкаешь печалей. Праздники проводим не винопитие, но в обновлении ума и душевной чистоте. Наполняя же чрево ястами и винопитиями, прогневишь более того, кому посвящается праздничное. Бодрствовать в псалмопениях, молитвах и чтениях повелена нам и всегда, но тем более в празднике. Бодрствующий монах утончает ум свой для душеполезных созерцаний, а многоспание одебелевает ум. Но смотри не вдавайся во время бдения в пустые воспоминания и в помыслы греховные, ибо лучше спать, чем бодрствовать ради таких суетностей и осквернении себя неподобающими занятиями. Питающий змею на лоне своем и лукавый помысл в сердце оба умерщены будут, что отстели, поражен будут ядовитым жалом, а этот в душу вложив смертоносный яд помыслу. но как поспешно побиваем мы порождение ехиды, так и помыслом злым не дадим порождаться в сердце, чтоб потом не страдать от них горько. Душа чистая сошлут избранной. Справедливо может быть названа еще и вертоградом заключенным, источником запечатанным песен 4.12 и престолом чувстве 3.12.23 Но душа сверненная нечистыми страстями преисполнена смрадом зловония греховного. Слышая от опытных и деятельных старцев, что помыслы греховные в душе рождаются от фигалеватости в одежде, присыщение чрева и вредных бесед, похотение и нений да не водворяется в душах подвижников, многостяжательный монах корабль с сетью, взбрасываемый волнами многозаботливости и погружаемый в глубину печали. Болезни любоимания многих страстей бывает родительницу и справедливо названо корнем всех зол. Нестяжательность и молчание сокровище сокрытое на поле монашеского жительства. Поди же продай все, что есть у тебя и раздай бедным этим купишь поле то, которое покопав и обрезал сокровище, влюди его к тебе тщательно в похищении, чтобы обогатиться богатством микродомом. 40. Начав жить вместе с духовным отцом и в отсутствии использовать его, не допускай, чтобы кто-либо отдалил тебя от любви к нему и от сожительства с ним. Не осуждай его ни в чем, не говори о нем худо, хотя будешь им облегчаем и даже бием. Ухо своего не открывай, когда кто другой станет злословить его, и отнюдь не сгружайся с тем, кто поносит его, чтобы не прогневался на тебя Господь и не изгладил тебя из книги жизни. Подвиг послушания утверждается на отречение от себя и от всего, как мы изведали. Проходящий его да оградит себя тремя оплотами верою, надеждою и любовью естественную и божественную. Чтобы вы не будете ограждены, успешно мог подвигом добрым подбежать и получить венец правды. Не будь судьей дел отца твоего, но исполнителем заповедей его. Демоны, как обычно им, начнут указывать тебе на недостаточно его, чтобы оглушить уши свои для уроков его, и тебя через то, или сделать немощным и страшливым воином на брани, или одними помыслами неверия расслабить тебя и разлинить ко всякому вере добродетели. Не слушающий отеческих заповедей оказывается преступником наилучших пунктов обета своего. Кто же внедрил в себе послушание и волю свою отчет ничем послушание, тот исполнил подобающее ему, что при многих свидетелях обещал он Христу Господу. Наблюдая над иноками, видели мы ясно и затвердили, что на подвязающихся в послушание отца сильно злобствуют враги нашей жизни бесы, крыжища на них зубами свои и всякие против них зло умышляя козни. И чего они не делают, чего они внушают, чтобы отторгнуть их от отеческих недр, выставляют предлоги к непослушанию, будь то благословные, устрояют неудовольствие, возбуждают неприязнь к отцу, его наставление представляют облетениями, а облетения, как чревые застеренные вонзают в сердце. И для чего ты, говорят они, будучи свободным, сделался рабом и рабом бесчердечного деспота? Да коли будешь ты тереть плямку рабства, не видя света, свободы, после этого внушают, лучше бы тебе заняться страноприимством, ходить за больными, пищить о бедных, потом расхваливать подвиг совершенного уединения и безмолвия, и всякого рода злые плевела насевают в сердце подвижника благочестия, только бы извергнуть его из духовной ограды отечественной и влегши из благоатишной пристани отбросить в низкоствующее досветленное буре море. Если наконец успеют в этом, то, забрав его в свою власть, как пленника, заставляет его действовать по их злым хотениям. Не выпускай же из памяти этой злокозненности врагов и противоборств твоих, находясь в послушании отца своего духовного и не забывая обетов звания твоего перед Богом и руганиями не будь побеждаем не облетений и поношений и насмешок не бойся. Ни прилогам ни греховных помыслов не увлекайся, ни отеческой строгости не бегай, ни дерзким самоугодием и самоволием, ни бесчести благого иго-смирения. Но в сердце вложи в Господнее слово, что претерпевший до конца спасется, терпением стеки на предвижающий себе подвиг, взирая на начальника веры и совершителя Иисуса. Золотарь, влагая в горнило золото, делает его чистейшим и новоначальный монах, предающий себя подвигом покинения воли отцов и всеми прискорбностями жизни по Богу Жигомый, с трудом и терпением великим изучающим послушания. Выплавил из себя все недобрые нравы, преисполняется смирением, весь светлым соделывается и достойным небесных сокровищ, бесскорбной жизни и блаженного пребывания, откуда отбежали печали воздыхания и где насаждена непрестанная радость и веселие. Вера, правая и глубоко внедренная рождает страх Божий. Страх же Божий научает нас соблюдение заповедей, ибо говорит, где страх, там соблюдение заповедей. В соблюдении заповедей состоит деятельный добродетель, который есть начало созерцания. Слодность всего этого, бесстрастие, через бесстрастие заводворяется в нас любовь, а о любви говорит возлюбленный тенист, Бог есть любовь, и пребывающий в любви в Боге пребывает, и Бог в нем пребывает. Как прекрасна воистину и добра жизнь монашествая, как прекрасна она воистину и добра, когда течет в пределах и по законам, какие положили для нее начало вожди и предводители ее духом святым научим ибо воину Христов надлежит быть безвечным никого не имуще, не озабачиваемым никакими замыслами и делами мирскими. И как говорит апостол, никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить твоим начальнику. Подобает за монаху безвестность, бесстрастность, силусть всякого греховного похотения, ни славка ясливы, ни вина пищи, ни не скотну, ни лениву, ни сребролюбивы, ни славка любиву, ни слава любиву. Ибо если кто от всего такого не отрешится, то он не может исправно вести эту ангельскую жизнь. Для тех же, которые так именно поступают, она есть и ва благое, и бремя легкое, так как в таком случае божественная надежда все как на жизнь сия усложительной делаю ее, благочасть ее, которая не отымется от стяжавшей ее души. 50. Отрекшись от детейских забот и восприяв иноческий подвиг, не возжелай богатства для раздаяния бедным, ибо и это есть одно из причин лукавого, ведущего к тщеславию, чтобы извергать ум в многоделие слопотливое, пусть только слеп имеешь и воду, ими одними можешь стяжать между странно приимствово, пусть даже их не имея, с одним благим расположением приимешь странника и дашь ему слово утешения, и таким образом можешь заслужить между странно приимствово, имеешь пример всему бедной вдове, которой Господь засвидетельствовал в Евангелии, что она своими двумя лептами в силу благого произволения своего превзошла подаяния богатых. Это сказано тем, которые живут в безмолвии, находящиеся же в послушании Отцу, одно да имеют уме, ни в чем не отступать от заповеди Отца, ибо исполняя это как следует, они исполняют все требуемое от них, как наоборот отступающие от точного исполнения этого долга, останутся неискусными во всяком виде добродетели и духовного жительства. Вот еще совет мой тебе христолюбче возлюби странничество, то есть будь как странник, чужий для событий своей стороны, не завлекайся заботами о родителях и любовью к родственникам, бегай бывание в городе и с терпением сидишь неисходно в пустыне, говоря с пророком, все удалился бегая и водворился в пустыне, и все местные единенности удаленных от мира и хотя будут утеснять тебя там сходу с необходимых потреб, не бойся. Если враги окружат тебя как пелы или злые осы, всякого рода воздвигая на тебя брани, и всячески не возмущая тебя помыслами, не устрашайся, не преклоняй к ним послушливого уха и не убегай с поприщи состязания, но более мужественно претерпевай все, припевая тебе и говоря, терпя, потерпе, господа, и внят мне, и услышал молитву мою, Псалом 39 2 И узрешь величие Божие, Божие заступление, попечение, всякое спасительное о тебе промышление. Друзьями должно тебе иметь такие лица, которые были бы назидательны для тебя и сходились с тобой в образе жизни. Ибо говорит Писание, мужи мирные да будут друзьями тебе, братья духовные, отцы святые, о которых Господь нас сказал, мать моей, братья мои, те суть, которые творят поле отца моего, который на небесах. Не будь пристрастен к разнообразным и дорогим яствам, и не питайся ими пространно, ибо питающаяся пространно, говорит Писание, заживо умерла, да и недорогими яствами, если можно, избегай насыщения, ибо написано, не прельщайся насыщением Стирева 324-15 Часто бывают вне теле, не позволяю себе бывать, если ты избрал себе безмолвное житие, потому что это очень вредно, отъемник благодать, омрачает мысли, ослабляет ревность. Почему и сказано парение похоти применяет ум не злобишь при мудрости Соломона 412-15 Пресекши же сношения с внешними, чтобы ум твой не сделался парительным и не возмущал порядков безмолвия твоего. Сидя в келье не совершай деланий своих бессмысленно, и времени не проводив праздности, ибо бесцельно говорят путешествующие напрасно протрудиться. Но стяжи себе благое делание, собери ум свой перед оттями, имей всегда последний час смертный, вспомни о суетности мирской, как она обольстительна, и вместе как не твердо и не тщожно помышляй об обстоятельствах страшного на суде испытания, как наши горькие обречители будут видимо представлять, когда наши дела, слова и помышления, которые они влагали, а мы принимали, приводя себе на мысль и адские мутилищи, и то, как в них заключены будут души, представляя также великий тот и страшный день, разумея, день общего воскресения, предстания перед Богом и окончательного определения судьи невозного, воображая умеющие объять грешных мучеев щит и облечения совести, и то, как будут они отвержены Богом и вверх в огонь вечный, сервине учитающему, во тьму непромисаемую, где платье скрежет зубов, обозревая же все другие мучилища, не переставая с меня обливать слезами лечо свое, одеяние свое и место, на котором сидишь. Такими помыслениями, как я видел, многие спеживали в себе обилие слез и дивно очищали все силы души своей. Помысляй также о благах отложенных праведным, поставленных их одежды Христа, благословенными их наритающих голос владыки Господа, наследие Царство Небесного, превышающие ум, дары им, свет тот сплощающий, радость, когда конца не имеющие и никакой печали не пресекаемые, обители все небесные, скажительство ангелов и все другое обетованное боясь и Господа. Такие помысления да пребывают с тобой за столом, да сопровождают тебя ко сну и да восстают с тобою, смотри, никогда не забывай их. Но где бы ты ни был, не отводи ума своего от памятования о них, чтоб худые помыслы бежали от тебя. Божественные заутешения преисполняли душу твою. Душа не будет ограждена и вооружена с ними помышлениями, не будет исправно держать безмолвие, ибо источник воды не содержать и напрасно носить это имя. И вот какой образ жития законоположно вести безмолв швызким. Пост сколько сил достанет в день спания на голой земле и всякие бреди произвольные лишения ради будущего упокоения. Ибо как говорит Писание недостойных страсти нынешнего времени с хотящей слави явиться нам Риллянам 8.18 Особенно же молитва чистая непрестанная и непрерывная она есть стена крепкого пристанища благоотишная добродетели охрана страстей истребления души благоустроения ума отечения страждущим упокоения плачущим утешения молитва есть беседа с Богом с озертанием вести невидимых и тех которые возделивают их удостоверение в истили собраться с ангелами христиане в добром подтверждении уповаемого эту царицу добродетели воскрели подвижники и всеми силами удержать в тебе старайся молись день и ночь в благонаспроении и расстройстве молись со страхом и трепетом бодреным и трезвенным умом что благоприятна была Господу молитва твоя ибо Писание говорит отки Господних на праведных и уши их в молитву их некие мы древних очень верно и делом сообразно сказано то есть противоборств истих нам демонов первыми вступают в бронхе поем вереных его угодливого желания которое внушает скребролюбие и склоняет всеславие другие же все идя позади их собирают пораненность ими и воистину присматриваясь узнали мы что не бывает что человек спал в грех какой-либо какой-либо страх и прежде не уязвлен он тем-нибудь из трех почему на эти три помысла наводил тогда дьявол и спасителя но Господь явясь недоступным для них велел дьяволу удалиться на жар себя даровавы нам победу надеем как благие и целые победивые владыка облез свящерподобное нам во всем тело кроме греха и показавший нам неложный путь к несогрешению покоим и едя мы созидаем в себе нового человека обновляемого по образу создавшего его совершенные ненависти ненавижу бесов как врагов нашего спасения давидшие навечают нас слово и это очень пригодно в деле преиспеяния в добродетелях но кто же будет этот совершенный ненависти ненавидящий врагов спасения тот кто не грешит не только делом но и мыслью коль же скоро сосуды любления их то есть причины страшей будут в нас то как установиться в наш ненависть к ним ибо славтолюбивое сердце бессильно питать себе ненависть и 64 страница 333 деятельная глава святого Феодора Идества 3й том добротолюбия брачное одеяние есть бесстрастие разумной души отдалившейся от мертвых пластей отрекшейся от всех непотребных похотей и всецело посвящающей себя боголюбивым помыслением и чистейшим созерцанием коль же скоро она поблажает с крастами бесчесть и их закоснивает то совмлекает к своей одежде целомудрой и обрекается в рваные и оскверненные рубики как и в Евангелиях показывается что связанные тот по рукам и ногам и бросанные во тьму кроместные имелось таких помыслов и деяний шатканное одеяние которое словом господин шаткено недостойным божественного и нетленного чертога брачного а самолюбие всех ненавидящим верно сказал некто из премудрости мутая брань самолюбия как пирамин стоит во главе всех помыслов которыми три те и пять расчищает ум нас дивно будет если кто насыщает всегда вдоволь яствами возможно стяжать бесстрастие бесстрастием я называю неудаление от грехов делом ибо это есть воздержание но то если кто пресек совершенное исхождение из сердца самых помышлений страшных что называется и чистотой из сердца удобно удобно отискать душами киски не жаль очистить свечного уязвившего саранами спрости опять возник здравия ибо только что отрешившимся от мирских узн какие бы грехи не случалось им впадать доступ недостижению бесстрастия а тем которые вкусили добрый благогол вбожий и текли за кучем спасения и потом опять уклонились к греху доступ к бесстрастии загражден едва преодолимыми препонами это по причине становившегося грехованного навыка и укоренившегося склонности к греху не меньше же и от того что тогда без привычного греха вертясь передачами ума и пристанно преподносить ему образы этого греха против душа ревностного и трудолюбивого и это труднейшее дело удобно исполнить содействием благодати Божией целозаколивно долготерпеливой к нам покаяния нас призывающие и возвращающиеся с незреченными утробами седрот приемлемости как научаемся мы в Евангелии в письме о блудном сыне 68 Никто из нас собственными силами не может избежать обходов и козьми лукавого но только непобедимые силы хрестовые потому опасно заблуждают пристаясь совершаемыми подвигами силой воли своей упражнить грех упражняемая одной благодатию Божией всего ради святила церкви Иоанн Жла Каус говорит что недостаточно одного усилия человеческого если не получит свою помощь свыше и опять никакой не будет пользы от помощи свыше если не будет собственного усилия то и другое показывает на себе Иудой Петр тот что много приял от благодати и не получил от того никакой пользы потому что не приложил своего хотения и не принес и привлес свои Продолжение следует...